Это интервью дня, я Константин Ганов. Здравствуйте. В стране продолжается реализация программы «Десятилетие детства». Ее утвердили указом президента России в начале прошлого года. Среди прочего, эта комплексная программа предусматривает льготную семейную ипотеку, организацию в регионах центров одаренных детей, увеличение числа мест в школах и детсадах, безопасность детского отдыха. Гость нашей студии – председатель Алтайского краевого союза детских и подростковых организаций, директор Международной летней детской деревни Алтай Татьяна Величко. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, расскажите о том, что же представляет собой проект Международная детская деревня. Спасибо большое, Константин. Вот как раз то, что Вы сказали, в целях совершенствования государственной политики, в сфере защиты детства как раз, мы и проводим Международную летнюю детскую деревню. Но если говорить, каковы задачи, задач, конечно, приоритетных очень много. Одна, наверное, из самых основных задач – это гражданско-патриотическое воспитание каждого ребенка, сотворчество людей разных национальностей и культур. Это замечательная подготовка лидеров, организаторов, управленцев, высококультурных, развитых, продвинутых молодых людей. Ну и, конечно, ориентир в будущую профессию, потому что мы там как раз даем такую возможность. А какая может быть профессия? Мы в этом году уже третий год открываем, ну, под названием «Центр профориентационной деятельности», куда с удовольствием приезжают высшие учебные заведения города Барнаула, колледжи и ознакомления рабочей профессии, приезжающие из Бийска, из Рубцовска, из Камня, из территории Алтайского края. Вот особенно приятно, извините, перебил, что не только управленцев, но и рабочие кадры. И рабочие кадры, да. Это здорово, потому что они же производят реальный кадр. Конечно. Поэтому мы как раз ставили одну из задач – ознакомление с рабочими профессиями. Кто-то поступает в высшие учебные заведения, а кому-то надо приобрести ту профессию, ну, будем говорить, повара, парикмахера, строителя, архитектора и так дальше. Инженера. Инженера, да. Или мастера по наладке станков ЧПО. Это уже инженерная профессия. Это инженерная профессия, тем более у нас 10 дружин, которые ведут очень широкую направленность. Более 60 школ, 40 образовательных площадок, где как раз даются вот эти направления высоко квалифицированными специалистами, преподавателями вузов, СУЗов, школ, образовательных школ. Ну и, конечно, с приглашением представителей силовиков, военных, МЧС, БЮИ, полиция. То есть вот ведь такая разветвлённая. А Татьяна, а вот это международная детская деревня. Это понятие какое-то географическое? То есть дети приезжают куда-то в определённое место, и там стоят домики? Или это всё-таки больше программа? Мы ведём её как программу уже много лет, потому что мы её развиваем, усовершенствуем, делаем качественней, шире. Ну и, конечно, на летний период мы берём тот формат детского оздоровительного лагеря, куда приезжают молодёжь, подростки, дети 14-17 лет. Ну и наша задача, коль мы говорим, может быть, я пафосно скажу, но очень громко и правильно, что мы должны в умы молодого человека, молодых людей и вообще гражданского общества закладывать понимание мира. Вот как раз то, что мы — мир, понимание, культура, что называется, геральтика стран дальнего, ближнего зарубежья. Но во главе, конечно, наша Россия с нашей историей, с нашей высокой культурой, традициями, экономикой. Ну и то, что приезжают как раз в международную летнюю детскую деревню, это представители молодёжь ближнего и дальнего зарубежья. А локация каждый раз одна или она меняется? Ну она меняется, она не останавливается на одном и том же, конечно. Это представители ближнего зарубежья, это и Казахстан, и Кыргызстан, и Туркменистан, и Армения, и Азербайджан, и так дальше. И дальнего зарубежья — это арабские страны, африканские страны. Это вы про гостей сказали, локация, то есть место проведения. А, место, да-да, извините. Ну, практически одно и то же, в основном за много лет. Это детские оздоровительные лагеря Крылатых, где-то территориально в 40 километрах от города Барнолла, чтобы было понятно. А что будет нового в этом году? В этом году, вот мы много, я уже перечислила, хочется сказать обо всём, потому что на самом деле это уникально. Но, тем не менее, у нас уже прошло 5 минут. Да, но времени очень мало, поэтому в этом году мы открыли две новых академии. Медийная академия с образовательным 3D-технологиями, вот она у нас только усовершенствуется. Мы открыли инженерно-технических инноваций, где с приглашением у нас идёт школа молодого учёного. Очень хорошо в этом плане срабатывает политехнический университет, наш классический университет. Мы открыли в этом году аграрное направление, это как новое пошло. Естественно, научных технологий, школу, это тоже пошло в этом году как новое. И химико-биологического направления. Сложная тема, химико-биология. Ну, вот тем не менее, помаленчику мы это, конечно, будем продвигать, давать. Да, пошире мы даём школы языкового направления, имея, чтобы легче было, допустим, детям, и не только детям, и нам, взрослым. Мы сделали такой, ну, как бы игровой вариант, ну, международного словаря такого. У каждого он в руках имеется. Там Геральдика стран, во главе Россия, родной русский язык, да. И те слова обиходные, которые в основном где-то вот в обиходе применяются. То есть дети могут друг с другом общаться, поэтому разговорнику. Дети, да, здравствуйте, до свидания, да, давай дружить, международная деревня. И мы при этом приобретаем, ну, как любой культурный человек, дополнительное знание в языках. А какие ещё есть проекты для детей у Союза детских и подростковых организаций? Проектов, конечно, много. Но, например, вот тут, как в летний период, международная деревня, в зимний период мы собираем юные лидеры Сибири. Это огромная, тоже большая программа по подготовке активистов, молодых, лидеров, управленцев. Вот как мы говорим, идут выборы, что называется, в депутаты. Тут мы готовим, конечно, актив. Почему я называю юные лидеры Сибири? Помимо наших территорий Алтайского края, сюда приезжают представители Сибирского федерального округа, дети и молодёжь. Эта программа тоже завоевала очень большую популярность, активность. Она ширится, она очень качественно, мы, так сказать, погружаемся в неё. Ещё одна из программ, которая тоже идёт много лет, и мы её ведём, она федеральная программа. Это лидер 21 века, где принимают участие и подростки, и дети, и, конечно, взрослые руководители. А как все эти программы финансируются? Ну, финансируются... Я так понимаю, разные источники. Разные источники. Это, конечно, и бюджет, это, конечно, и районные, муниципальные. Это, конечно... Грантовая поддержка. Вот очень хорошо вы сказали, спасибо. Конечно, грантовая поддержка, за что мы очень благодарны, что есть такое направление, как гранты. Да, тоже финансируется оттуда. Ну и источники, другие источники. Из каких регионов дети, вы уже рассказали? То есть из нескольких, даже из соседних государств есть. А вожатые? О, вожатые, конечно, это конкурсный отбор, это подготовка, я бы сказала, единичных, вот уникальных тех штучных товаров. Которые вы сами же и готовите. Ну, да, которых мы готовим. Ну, это представительства вожатые ребята, которые педагогических отрядов Алтайского края, Сибирского федерального округа, это представители дальнего, так сказать, зарубежья, ближнего зарубежья. Это педагогический отряд «Единство», который мы, вот он и объединяет всех, и единение. Который также входит в этот ваш союз, да? Да. Союз детских и подростковых организаций. А всего сколько организаций в этом союзе? 1212. Ух ты, как много. Это детских и подростковых организаций, которые находятся в территориях Алтайского края. Те, которые входят в Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций. И далее мы входим уже в федеральный. Ну что ж, спасибо, Татьяна, за интересную беседу. Вы просто ошеломили интересной и масштабной информацией. Спасибо. Всего вам доброго. А зрителям напомню, о реализации части масштабной программы «Десятилетие детства» рассказала председатель Алтайского краевого союза детских и подростковых организаций, директор Международной летней детской деревни Алтай Татьяна Величко. Всего вам доброго. Продолжение следует...